Привет, ребята, меня зовут Василий Захаров, за кадром Евграф помогает нам. Роман Табаков у нас в гостях на канале ЕГИМ ТВ, амбассадор проекта Эль Спирит. И сегодня Рома будет нам готовить коктейль. Готовить он будет. А вот давай поговорим про итальянское аперитиво. О, давай. Тема очень модная. Для начала я расскажу, что лучший бар мира по версии 50 лучших баров мира в этом году, бар Данте в Нью-Йорке, и они как раз взяли вот эту тему аперитива и активно ее продвигают уже несколько лет. Соответственно, это бар при ресторане, ну, вернее, при кафе. И, собственно, они предполагают, что после их напитков люди еще будут есть. Поэтому решили развивать тему именно аперитивных напитков, которые разжигают аппетит, которые, как правило, не слишком плотные, не слишком сладкие, не слишком крепкие. И, соответственно, учитывая, что их выбрали лучшим баром мира, тема, наверное, все-таки такая качающая. Если брать вообще итальянскую классику, самый популярный, наверное, коктейль — это Негрони. А что у нас может быть популярнее Негрони? Только два Негрони. Американ. Не-не-не. Наверное, все-таки Апероль Спритц. Ну да, да. А если совместитесь в две рецептуры, я могу предложить как вариант Негрони с Бальято. Негрони с Бальято, или ошибочный Негрони, был придуман в 1980-х годах в Милане в стильном итальянском кафе, которое называется Барбасо. Я там, кстати, был. Придумал его бартендер Мирко Стачетто. И, как гласит легенда, по ошибке. То есть у них там очень четко всегда расставлены бутылочки. И вот как-то так получилось, что в запар у него вместо бутылки джина под рукой оказалась бутылка игристого. Вот. И, соответственно, действительно по ошибке вместо джина налил игристое. Получилось довольно-таки интересно. И, собственно, вот так вот появился коктейль ошибочный Негрони. По крайней мере, такова его легенда. Для меня это такой, знаете, как Апероль Спритц, только на стероидах. Такой более мощный, более горький, более интересный. Ну и опять же, тема вермутов сейчас очень модна. И, соответственно, вермут здесь тоже присутствует. Собственно, сам коктейль довольно-таки простой. Его легко можно приготовить дома. Нам потребуется винный бокал, хороший красный вермут. Мы сегодня используем испанский, что, в принципе, не супер логично в итальянском коктейле использовать испанский вермут. А сколько стоит он, не помнишь-то? Слушай, если я не ошибаюсь, на сайте elvine.ru он стоит около полторы тысячи рублей, но у него часто бывают скидки. Да. Например, по промокоду EDMTV 35%. Вот, еще и со скидочкой. Прям хорошую порцию. Возьмем красный знаменитый миланский биттер. Без него никуда. И вообще большинство источников предлагают рецептуру все вот один к одному, то есть 50-50-50. Я сделаю 50-50-100, побольше игристого. Чтобы было полегче Васеньке на работу сегодня идти. Это раз. Во-вторых, мы снимаем летом. Летом хочется чего-то более свежающего, более легкого. То есть у него не только летом, но еще и утром. Летним утром. Да, да, да. Дай бог, чтобы ваше летнее утро всегда начиналось так. Именно так. Обязательно нужно хорошо все это дело помешать. Так, Ром, 50-50-100, правильно? Я делаю примерно так. 50-50-100. Ну, игристого побольше. 70-100, все зависит от бокала, от настроения, от компании. И, собственно, украшаем апельсином или апельсиновой цедрой. Негрони с бальятой или ошибочный Негрони готов. Где мои дегустаторы? Я готов. Я первый в этот раз. Давай. Будьте любезны. Давай. Вот вам нож, решите, кто первый. О! Ну, это реально прям замена апироля. Да, он погорчее. Я его пивал и даже не один раз, потому что он прикольный. Реально. Я тоже откуда-то знаю Негрони с бальятой. То ли я его реально пил тоже, то ли ты что-то где-то делал. Слушай, классная штука. Я вам могу сказать, что это вообще ни разу не новинка в московских барах. Но вот широкая публика, широкий зритель, к сожалению, этот коктейль не так хорошо знает, как хотелось бы. Ну да. Продолжаю пить апироль спритц. Теперь будете знать. Реально, для тех, кому надоело апироль спритц, это вообще, ну... Да, если хочется полегче, можно разбавить там больше шампусика или даже газировочки еще добавить к шампанскому. Кстати, у вас разбавленная версия, ты помнишь. Ну да, да. Да, у нас и так двойное. Да, да. Один-один-один будет, наверное, прям так хорошо, менее летний будет коктейль, я бы сказал. Ну или летний, но для алкоголиков. Да, Рома? Для веселых жизнерадостных пьяниц. Ну или так. Нет, классная вещь. Я думаю, что это будет... Я почему-то сам его пробовал, а супруги свои не ел. У меня жена, в принципе, так же, как и я, очень любит апироль спритц. И частенько в барах они, говоришь, разбавлением этого напитка. Ну там, типа, больше воды, меньше шампанского, как-то вот бывает такое. А здесь разбавляй, не разбавляй, именно вот, ну типа, гореч от компари с вермутом, и вермут дает сладость. Короче, классная штука получается в балансе в таком. Да. Кстати, чем интересен тот же спритц, да, вот с три, например, знаменитой аперитиву, да, апироль, в нем 11% содержания алкоголя. В игристом, да, вот в Просеко, обычно примерно так же, 11% содержания алкоголя. То есть 11-11 плюс лес, плюс вода, какая у него в итоге крепость? Ну, примерно как у пива, наверное, получается. Прям лоу АБВ такое получается. Такое, совсем, да. Ну так как в этом и смысл, наверное. Наверное, но это получается покрепче. Это покрепче. Да, 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 классный, классный. Не, ну и, конечно, если ты привык там онт-фэшн пить всякие, это, по-моему, что это за водичка. Здесь, пожалуй, следует добавить, как я в одной статье прочитал, что это не только Негронис игристым, это еще и как бы Американо с заменой содовое на Игристое. Да. Вот мне кажется, это действительно больше на Американо похоже, в плане того, чтобы Американо более разбавленный по определению. Была определенная эволюция коктейля. Был сначала Милано-Торино, да, вермут из Торино и биттер из Милана. Это мы делали. Потом стали добавлять в него содовую, получился Американо, по некоторой версии для американских туристов. Они вот что эспрессо любили водой разбавить, это называли Американо, что Милана-Торино еще тоже решили зачем-то разбавлять. Потом, соответственно, появилась версия Негрони, да, там легенда связана с графом, который просил налить ему джин, потому что любил покрепче. И уже вот в 1980-х годах по ошибке появилась вот такая версия. То есть такая эволюция идет вверх, потом раз, так немножко. Ну сейчас, потому что все зажжж... Все зажжж... Все зажжж... Все зажжж... Все зажжж... Да, собственно, бар, который продвигает идею аперитивных коктейлей, Данте, он, собственно, при ресторане. Они предполагают, что после такого коктейля человек будет ужинать, может быть, даже еще попьет вина, и уже потом будет пить более крепкие коктейли. То есть, в принципе, после таких коктейлей можно двинуться куда хочешь. Там можно возвращаться на вино, можно поужинать, можно перейти к более крепким. Можно пойти на дискотеку. А я вот туда, кстати, почему очень люблю начать с оперой шприц. Так нет, оперой шприц, это прекрасно. Кстати, сприц или шприц? Я его называю шприц, потому что это все-таки австрийская тема-то. Спорят. На территории, точнее, современной Австрии было придумано. Нет. Это была Италия? Это когда австрийцы отжали там север Италии в очередной раз и наводили свои порядки. Да, но шприцен, это же немецкое слово. Если не ошибаюсь, там, сприц, это типа всплеск, взбрызг. Ну, это газировка вроде. Это как раз из-за того, что, да, добавляли содовое. Ну вот, ну так шприц, шприцен по-немецки. Ужасная дискуссия. Я вообще ничего не знаю, я пошел, ребят. Короче, мы против наркотиков, но за шприц. А, так мы, подожди, куда мы ходим? Отсказать сейчас лайк там и все это. Лайк и все вот это. Спасибо Роману за очень интересный коктейль и рассказ. Да. А вы подписывайтесь на нас, если еще не подписаны. Ставьте лайки, колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео. Естественно, вы можете купить, например, вот такой вермут по скидке 35% по промокоду EDIM.TV на сайте Elvine. Ссылка в описании. Также вы можете купить у Васи в custom-bar.ru барный инвентарь со скидкой 10% по промокоду EDIM.TV. Подписывайтесь на наши соцсети. До новых встреч. Пока. Адьос. Все. Пойду напивать. Давай. Ты же сказал, все, тот был последний. Может, поснимем как-нибудь дегустацию на вермута? Может, и снимем. Вон, Рома говорит, большие коллекции, слышал. Но я все равно открываю, знаешь, у меня максимум три открытые, максимум. Ну, они долго-то же не живут. Я посмотрю, подумаю, что за то может быть. Типа лоу, АБВ-коктейли с маленьким содержанием алкоголя, они сейчас как-то все более-более популярны. Плюс вермуты находят все больше поклонников и все эти такие, как это даже, не только лишь вермуты. Ну, мало кто из вермутов может быть. Ну, мало кто. Долетит до середины Депра. О чем мы говорим последний коктейль? С хиной, не хиной, как он назывался? Мы делали? Какой коктейль? О чем речь вообще? Речь о популярности вермутов и не крепких алкогольных напитков, которые становятся более-более популярными. Ну, типа битерликеров и там компариопироль? Да блин, забыл слово, как это называется. Я вообще даже не понимаю, что ты хочешь сказать. Ну, все, ладно.